К какой кухне относятся плюда Чепалгаш и какой язык в России рекордсмен по количеству букв? Владимирцы приняли участие в ежегодном этнографическом диктанте. Участники уверены, этот диктант – настоящее виртуальное путешествие по нашей стране. Во Владимирской области этнодиктант проходит на 47 площадках, а проверяют свои знания более 2000 участников. Этнографический диктант всего направлен на то, чтобы привлечь внимание населения, жителей нашей страны к разным народам, которые проживают в нашей стране достаточно много, почти по 200, и, соответственно, он позволяет проверить свои знания, какие народы в нашей стране проживают, их историю, культуру. Этот диктант скорее похож на задание из ГИГЭ – 30 вопросов и 45 минут на размышления. Каждый должен думать над заданиями сам. Но если вопрос очень сложный, можно спросить и у соседа. Вдруг он знает ответ на вопрос. Стоит отметить, в бланке 20 заданий общие на родах России и еще 10 на региональную тематику. Их составляли в областном департаменте образования. Всего можно набрать 100 баллов. 70 за общую часть, 30 за региональную. Участники с уверенностью говорят, тест в этом году действительно сложный. Я бы сказала, что достаточно много пробелов в моих знаниях оказалось. То есть я много чего не знаю. И появился повод, чтобы потянуть свои знания по поводу национальностей, которые проживают на территории Российской Федерации. Про старые названия национальностей я и новых-то не знаю, а тем более старых. То есть это было затруднительно для меня. Я отвечала на этот вопрос прям точно наугад. Есть такие вопросы, которые даже затруднялся ответить. Но, возможно, надеюсь, правильно ответил. Трудно было сопоставить, но по соображениям, понятно, что мясо – это дагестанка в кухне, а русское – это ягоды, яйца, творог. Условия участия в диктанте максимально просты. Чтобы написать тест, необходимо быть старше 15-ти и владеть русским языком. На этом всё. Кстати, с каждым годом вопросы становятся только сложнее. Чтобы набрать максимальный балл, нужно готовиться заранее. Можно знать наизусть всю историю, но провалиться на вопросе, который звучит, например, так. Какой народ называет товарища ня? Можно, конечно, к ним готовиться, но я считаю, что и основной вариант подготовки, и основной вариант правильных ответов – это просто общий интерес к многонациональной культуре и общий интерес к тому, что происходит на территории региона, что происходит в стране вообще в плане взаимодействия различных национальностей. Кстати, кто не смог поучаствовать в диктанте, могут не расстраиваться. Участие, возможно, и заочно. Онлайн-тест доступен на официальном сайте этнодиктанта до 4 ноября. Узнать свои результаты участники смогут уже 10-го. А официальное награждение победителей пройдёт 12 декабря в День Конституции Российской Федерации. Екатерина Корнилова, Александр Мажаров, 6 канал.